Здравствуйте! В эфире Новосибирские новости в студии Алексей Гамзов. Картина сегодняшних событий в ближайшие 20 минут. И вот что на данный момент наиболее важно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 12 домах по улице Никитина сегодня не было отопления. Не выдержал низких температур трубопровод диаметром в полметра. Только к вечеру ЧП удалось ликвидировать. Также морозы спровоцировали серию отключений электроэнергии и отопления в разных районах города. Почти со всеми неполадками удалось справиться. Больше всего не повезло жителям домов по улице Гоголя. Перебои со светом там продолжались два дня. А теперь предстоит разобраться с участием городских властей, почему дефект на линии не устранили в зажатые сроки. Самое массовое отключение электроэнергии произошло вчера вечером в районе улицы Выборной. Там без света осталось около 500 домов частного сектора. Правда, аварию устранили через несколько часов. А вот жителям трех домов по улице Гоголя пришлось все выходные провести со свечами и фонариками в руках. То и дело пропадало электричество. Сети не выдерживали возросшего напряжения из-за включенных обогревателей. Из-за этого в квартирах сразу же стало холодно. Ведь батареи тоже едва грели. Вот вчера, позавчера не было. Вот сейчас только дали свет. Так и живем. Видите, в одежде хожу. Все, что могу, на себя напихаю. Как обходились, пока свет не было? Ну, слава богу, газ. Вот и все, буршенька. Полностью устранить неполадки удалось только сегодня. Хотя перебои с электричеством сейчас происходят в разных частях города. Но последствия именно этой аварии ликвидировали неоправданно долго, считают в департаменте по чрезвычайным ситуациям. По этому случаю и мэр завтра спланировал провести разбор соответствующий. И на штабе в департаменте энергетики и жилищно-коммунального хозяйства также будет этот случай разбираться с руководством ЗАО РС, со всеми теми, кто привлекался к тому, чтобы решить эту задачу. Морозы спровоцировали и аварию на теплосетях в Октябрьском районе. Без отопления остались сегодня жители 12 домов по улице Никитина. Батареи удалось разогреть к вечеру. Не прошли испытания холодом и теплотрассы по улице Дават, разоречные и трикотажные. Там на несколько часов остались без тепла 16 домов. Однако энергетики уверяют, до чрезвычайной ситуации ещё далеко. По теплосети могу сказать следующее, что никаких волнений не стоит в этой части ожидать. Всё идёт достаточно штатно. Об этом же заявил и мэр депутатам. Владимир Городецкий призвал своевременно сообщать о каждом случае отключения электроэнергии и отопления. То, что действительно ситуация не очень простая. Она не критическая. Да, были некие сбои на теплоносителях, но они уже урегулированы. То, что жёстче стал режим, ну разумеется. Поэтому просьба, если у кого есть сигналы, департамент. Непрекращающиеся морозы заставили работать в усиленном режиме и пожарных. Прогревая двигатели автомобилей, горожане спалили 12 машин. А за последние два дня загорелось 26 домов. В большинстве случаев причиной послужили оставленные без присмотра обогреватели. Вячеслав Горчаков, Артём Тумарь, Новосибирские новости. И первая жертва морозов. В Новосибирске от переохлаждения скончалась пожилая женщина. Скорую увезла замерзающую в больницу, но спасти жизнь так и не удалось. Полиция имеет основания считать, что пострадавшая была бездомной. Однако чаще всего на больничную койку с холодовыми травмами и обморожениями попадают не бродяги, а пьяницы и люди, одетые не по сезону. Так, за минувшие выходные к медикам обратилось более 30 пострадавших. Чаще всего отмораживают пальцы рук, ног, носы и уши. Страдают от морозов не только взрослые, но и дети. Накануне к врачам пришлось оказывать помощь трехлетнему мальчику. Он отморозил себе пальцы. Из-за сложных погодных условий на дорогах города увеличилось количество аварий. Вином всему выхлопные газы, которые на таком морозе формируют густые клубы. Низкая температура и высокое давление только ухудшают положение. Промышленные и автомобильные выбросы, которые в ином случае просто улетучились бы в атмосферу, в данных условиях буквально стелятся по земле, попадая нам с вами в легкие и мешая видеть. Когда развеется смог, выяснял Алексей Позлеев. Мы здесь смотрим, сколько пыли, сколько грязи, сколько воздухи. Пыли и грязи в атмосфере за последнюю неделю стало значительно больше. Погода способствовала отнюдь не морозной свежести воздуха. Высокое давление и низкая температура не дали рассеяться вредным выбросам. Над городом навис смог. В атмосфере по-прежнему находятся все те же продукты горения. Это сажа. И за последние дни мы видим, что концентрации сажи, например, они достаточно высокие. Они превышают все средние значения, как в обычные дни. Имеется даже превышение норматива допустимых концентраций. Сажа – только видимая часть загрязнений. В атмосфере растет концентрация углекислого газа, диоксида серы, формальдегида. В общей сложности – десятка вредных веществ. Эту гремучую смесь обычно ветром уносят далеко от города. Но сейчас ситуацию усугубляет штиль. Перемешивания практически нет. И все это отмулируется в нижнем слое, где мы как раз и дышим этим воздухом. Достаточно загрязнений. Такая ситуация будет сохраняться. Пока вот до 21-го, до 20-го числа. Над Сибирью все еще держится обширный антициклон, объясняют синоптики. Теплый воздух обходит нас стороной. В результате за полярным кругом аномальная оттепель, а в Новосибирске – морозы и дымка в небе. Из-за смога не только дышать тяжело, но и двигаться. На дороге в потоке машин выхлопные газы создают плотную завесу. Она значительно ухудшает видимость. В результате водители вынуждены снижать скорость. Кстати, автоинспекторы и экологи с начала похолодания призывали автовладельцев отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Если первых волнует увеличение аварий на дорогах, то вторые заботятся о чистоте воздуха. Для Новосибирска это характерно, да. Когда только один человек находится в машине, двигается по улицам города, естественно, отсюда очень большой поток автомобилей идет. Но вот этот рационализм, я думаю, он придет немножечко позже. Больше половины загрязняющих атмосферу веществ вылетают именно из выхлопных труб, а не из промышленных. Ведь часть нарушителей экологического благополучия давно закрыли, а большинство просто перевели на газ. Кстати, газификация частного сектора тоже внесла свою лепту в чистоту воздуха. Проведенные замеры в газифицированной части города и негазифицированной части показали снижение по ряду веществ от двух до трех раз. То есть это помимо того, что улучшает социальную жизнь людей, но еще и улучшает экологическую обстановку в городе. Состав смога, нависшего в эти дни над городом, сложный. К счастью, основная часть дымки – не ядовитые газы, а кристаллы льда. Замершая вода иногда образует в небе некое подобие линзы. Так что благодаря смогу многие смогут увидеть зимнюю радугу. Алексей Фазлеев, Алексей Андробаев. Новосибирские новости. Массовый снос железных гаражей в Новосибирске может наконец начаться. На сегодняшней сессии депутаты решили наболевший вопрос за считанные минуты. Всеми нюансами будет заниматься специальная комиссия, которая должна примирить собственников и муниципалитет. Кроме того, возможно, с нового года заработают еще два городских приюта для безнадзорных животных, по примеру, созданного в Академгородке. Народные избранники намерены обратиться к коллегам из ЗАГС Собрания с просьбой передать соответствующие полномочия по отлову и содержанию животных муниципалитету. Подробности у Марины Авериной. На следующей неделе в Новосибирске начнется масштабная инвентаризация железных гаражей. Планируется, что в городе их станет в два раза меньше, чем сегодня. В первую очередь уберут самострой во дворах жилых домов. Исключение сделают только для инвалидов. Территорию для выноса железных боксов обещают определить до конца этого года. Должны брать в учет, для чего используется гараж. И если, например, в результате инвентаризации в определенные порядком сроки хозяин не объявляется, то каких судебных решений нам ждать. Вокруг новых правил разгорелись жаркие споры. Одни депутаты предлагали дополнить список тех, кому можно оставить гараж под окном. Другие вовсе отложить вопрос и вернуться к нему уже после Нового года. Да, правильно, надо идти поэтапно. Но вот в сегодняшнем документе мы, наоборот, нарушаем всю этапность. В сегодняшнем документе мы говорим, нет всем металлическим гаражам. В итоге к согласию удалось прийти только после консультации за закрытыми дверями. За проголосовали большинство депутатов. С оговоркой, что нюансами инвентаризации будет заниматься специальная комиссия. Рано или поздно нам нужно этим заниматься. Вопросом. Но то, что будет создана дополнительная рабочая группа, которая будет еще в нюансах рассматривать каждый момент для того, чтобы найти какое-то компромиссное решение, она будет работать. На самом деле, я думаю, что те острые углы, которые еще, может быть, остались, они будут сглажены. Зато в отношении проблемы бродячих собак народные избранники были единодушны. Они считают, что именно городские службы должны отвечать за отлов и содержание безнадзорных животных. Обращение передачи этих обязанностей с регионального на городской уровень депутаты направили губернатору и коллегам в ЗАГС собрание. Сегодня у нас есть очень приличная база в Академгородке. Значит, там содержится порядка 100-120 животных одновременно. Значит, мы планируем, что на левом берегу и на правом будут тоже аналогичные центры созданы. Если областные власти поддержат инициативу новосибирских депутатов, всех владельцев животных обяжут регистрировать. Тех, кто выбросит собаку на улицу, будут наказывать крупными штрафами. Специалисты не исключают введение в будущем и уголовной ответственности в случае, если такое животное причинит вред человеку. Марина Аверин, Олег Макаров, Новосибирские новости. В розыск объявлена 23-летняя Екатерина Маркова, кассир Банка «Русский стандарт». Она позревается в хищении более 20 миллионов рублей. Огромную недостачу в банке обнаружили в пятницу утром в ходе планового пересчета. Сотрудниками банка по просьбе Марковой были оформлены три пластиковых карты. Как выяснилось позже, оформлены были на подставных лиц. Маркова, в свою очередь, в операционный день, когда работала, сфальсифицировала три приходных ордера, согласно которым в кассу поступили 20 миллионов. На самом деле, эти деньги в кассу не поступали. Эти деньги были зачислены на поддельные карты. 9 миллионов похитителей сумели обналичить остальную сумму. Банк успел заблокировать. Кроме того, была похищена и дневная выручка банковского отделения. В сумках, где должны были находиться 750 тысяч рублей и валюта, несколько тысяч долларов и евро, оказалась нарезанная бумага и ежедневники. Полиция считает, что это дело рук все той же Екатерины Марковой. Сейчас прорабатывают версии соучастия и других работников банка. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Автомойки на улице Жуковского знакомы, пожалуй, всем автовладельцам. Их много, конкуренция сбивает цены. В итоге можно помыться, что называется, дешево и сердито. Однако коммерсанты, в свою очередь, также экономят. Например, на сливах сточные воды, смешанные с химикатами, попадают в огороды окрестных домов, а зимой, к тому же, превращают дороги и тропинки в каток. Анна Перепилюк выслушала претензии местных жителей. Только по этой стороне улицы Жуковского не меньше двух десятков автомоек. Конкуренция большая, а значит, машину можно зачастую помыть значительно дешевле, чем в другом месте. Но с обратной стороны находятся дома, огороды которых периодически затапливают химикатами. Владельцы автомоек экономят на устройстве специальных сливов и грязную воду спускают прямо на соседние участки. Любовь Хурышева живет на параллельной улице. Этим летом она потеряла значительную часть урожая. Смородину и яблони уже не спасти. У нас в огороде, они вот как после бензина, знаете, такие разводы, зеркальные такие. Это же точно ясно, что не чистая вода, снеговая. Это ясно от химии или вот эти отходы. Рядом с домом пенсионерки Людмилы Соколовой мойку построили два года назад. С тех пор она безуспешно пытается отстоять свой огород. Двор женщины не раз заливала вода из-за забора. Пришлось даже менять землю на всем участке. Мне пришлось почву завести, новую сверху, чтобы она была посвежее, потому что я анализ почвы сделала, там много вредных веществ. Пока сказали, пока не опасны для жизни, но еще польют год-два и все, уже пользоваться огородом нельзя. Владельцы автомоек в основном выходцы из стран СНГ. Один из хозяев такого бизнеса не отрицает, что отработанную воду он и его коллеги сбрасывают прямо на улицу или на соседние участки. Впрочем, тут же спешит похвастаться новым сливом. Мол, теперь лично у него все по правилам. Давали нам работать, работали 12-13 лет, а сейчас запрещают. Мы ничего не умеем делать, кроме мойки. Все, только воровать. Воровать же не пойдем, правильно? Дадут работать спокойно. Мы же никого не трогаем. Вот плевная яма. Впрочем, никаких документов, подтверждающих официальный проект обустройства колодца для отвода стоков, предприниматель показать не смог. Между тем, местные жители уверяют, подавляющее большинство этих автомоек вообще работает нелегально. Владельцы домов по улице Ангарная намерены через суд требовать избавления от такого нежелательного соседства. Анна Перепилюк, Олег Хролевец, Новосибирские новости. От ВЧК до ФСБ. Накануне юбилея Федеральной службы безопасности чекисты приоткрыли завесу секретности. В музее со специфическим названием «Кабинет истории» теперь доступны материалы громких уголовных дел о деятельности иностранных разведчиков прошлого века. А также множество уникальных экспонатов, среди которых даже самодельные винтовки времен гражданской войны. К прошлому прикоснулась Елена Отмахова. Эти фотографии долго хранились в архиве КГБ с грифом «Совершенно секретно». Как часть громкого уголовного дела конца 30-х годов прошлого века. На коллективном фото сотрудники японского консульства Новониколаевски. А среди них разведчик из стороны восходящего солнца, работавший в связке с германской агентурой. Главным объектом иностранной разведки был авиационный завод, впоследствии получивший имя Валерия Чкалова. Дело доходило до того, что при ликвидации немецкого консульства было установлено, что в его подведомственных помещениях хранились также оружие и взрывчатые вещества, которые когда-либо в будущем могли бы стать основой для создания диверсионных групп. Ветераны КГБ рассказывают, поначалу их экипировка была скудной, а в 20-х годах оружие вовсе было или самодельным, или трофейным. Вот такая трехлинейная винтовка системы Мосина использовалась в 1891 году с сибирскими партизанами и бандформированиями. Но из-за недостатка оружия винтовки часто изымали и использовали сотрудники органов внутренних дел. Впервые широкая аудитория увидит медаль майора Опенкина, единственного новосибирского чекиста, воевавшего в партизанском отряде во время Великой Отечественной. Родственники полковника КГБ Михаила Сизова передали для экспозиции его обмундирование, а некоторые секретные документы случайно попадают в руки сотрудников музея города. Иногда к нам поступают какие-то предметы, которые, скажем, здесь они более интересны, более полезны. Например, такой пример – это книга для служебного пользования сотрудников управления ФСБ, когда в этой книге на конкретных примерах рассказывается о том, как нужно вести себя с людьми наследствием. Из современности артефакты чеченской компании – пули бандитов, магазине автомата, оперативника ФСБ и разобранное взрывное устройство. Такие сейчас контрразведчики обезвреживают на Северном Кавказе. В ближайшее время в кабинете истории представят техническое оснащение советского контрразведчика. Планируем мы еще поместить кое-что, связанное с работой радиоконтрразведственной службы. Скажем, пеленгатор, радиоприемник и так далее. Вот новое. И самый свежий экспонат контрразведчики сегодня получили от ученого секретаря музея города Алексей Пронин подарил чекистам нагрудный знак 27-й пехотной дивизии армии США 20-х годов прошлого века. Такой носили первые разведчики, с которыми столкнулись сотрудники ВЧК во время гражданской войны. Елена Отмахвали, Крылевец, Новосибирские новости. Стремление красиво встретить Новый год у новосибирцев, похоже, не исчезает. Морозы ничуть не мешают жителям украшать свои дворы. Совместными усилиями наряжают елки. Есть и самодельные скульпторы, которые вырезают снеговые фигуры на радость соседям. В том, что праздник к нам действительно приходит, убедился Станислав Якушевич. Тема у меня, значит, летняя, вечная, а новогодняя тема просто уже вносится. Корректируем празднику и получается в сочетании. Я считаю, не лишним. О, ополкните. Украшать подъезд к Новому году Зоя Александровна начала заранее. В лютый мороз бумажные снежинки на лестничной площадке подарят ощущение радости и уюта. С детства не занимался. Елки-палки, вы приходите ко мне почаще в гости. Создавать в подъезде праздничное настроение помогают и дети. Я радуюсь, что я живу в таком подъезде. Она очень красивая такая. Когда я первый раз увидела, вообще я удивлена была. Инициативу теперь должны подхватить и другие жильцы дома. И приступить к украшению своих квартир. К Новому году готов и двор. И 30-ти градусные морозы не помеха. Порадовать детей и взрослых спешит скульптор-самоучка Татьяна Макарова. Несколько лет назад, понаблюдав за профессиональными художниками, она сама взялась за лопату и шпатель. На создание каждой фигуры уходит не один день. Для детей мультфильм «Тачки» – это вообще самое, по-моему, классное. И вот я решила так, что будет машина, тачка, какая получится, посмотрим. И на ней будет, конечно, ехать змея в короне. Отсекать лишнее нужно осторожно. Особенно, когда заготовка плохого качества. В снежной глыбе попадается много комков. При резке они откалываются. А вот красить фигуры в мороз удобно. Краска с водой быстро создает защитную ледяную корку. У нас такие погодные условия стали. Это очень плохо, когда вот такие перепады, как для людей, так и для фигур. Снежные скульптуры сейчас появятся во многих дворах Новосибирска. А в конце декабря конкурсная комиссия будет оценивать самые красивые ледяные городки. Станислав Якушевич, Наталья Кочкина, Олег Корлевец. Новосибирские новости. И очередное доказательство того, что сибирские девушки, одни из самых красивых, поступило из Таиланда. Наша землячка Татьяна Максимова победила в конкурсе красоты «Мисс Туризма Мира-2012». В ходе этого представительного международного состязания Татьяна обошла 60 конкуренток с разных концов планеты, разделив педестал с инзианкой и ливанкой. Новосибирская красавица оказалась единственной представительницей из России. 23-летняя модель побеждает уже не в первый раз. Она является королевой университетов и «Мисс Сибирь». Для того, чтобы пройти собеседование на конкурс, Максимова год прожила в Таиланде, усиленно изучая английский язык. И у меня на этом все. Если вы хотите поделиться важными сведениями, проще всего сделать это по телефону, номер на экране. Свежая информация также всегда доступна на радио «Городская волна» на частоте 101.4FM. А на сайте «Новосибирские новости» актер Безруков, побывавший в нашем городе, рассказывает о том, как он сыграл доцента в новой киноверсии «Джентльменов удачи». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова